Всем привет! Я снова в Лазаревском. Народу очень-очень много. С вами я, Сочи-Конфетка, Traveling Today. К морю даже не могу подойти. Вот так вот. Надо вставать в очередь, чтобы подойти к морю. Где играет музыка? Не знаю, хочется, конечно, вам созвучка сделать, но посмотрим. Море теплое, погода классная. Народу, не знаю, каким словом сказать-то помягче, очень-очень много. Причем с Бакратиона я снимала, там еще музыка, там еще больше. Здесь даже вот такой вот песок полу-ракушки. В общем, идешь по людям, можно сказать. Тут уже дорожка просто теряется, мы пойдем, как говорится, не знаю, как получится. Как получится, так и пойдем. Дорожка заканчивается, выйти с этого лабиринта непросто. Вафли с частушками. В общем, некоторые на лежаках, а кто-то просто вот полотенце бросает. Я, на самом деле, тоже брала маленький рюкзак, туда положила полотенце. Ну, как на диком пляже с родственницей загорали, я очень сильно сгорела, поэтому загораться или нет, показать, что ли есть, что тут творится. Как вам такая атмосфера? Лето, с другой стороны, еще вот день, как говорится, пару дней, и начнется август, последний летний месяц. А в августе это народу еще больше. В августе... О, я нашла возможность подойти к морю. Ура! Как же хорошо-то! Киплю, горю. Скоро искупаюсь. Еще есть кое-какие делишки. Народа, смотрите, много. Водичка. Я про шлепку зайду. Потрясающе. Шапку намочить свою, пока я тут хожу туда-сюда. Да. Скажите, меня не видно. Ночила шапочку. Всем привет, дорогие! Надо переодеваться и купаться. Вот и все. Ну, классно. Это и дело не то. А, тут уже песочек. Мне еще надо было другие шлепки. Я уже переоделась. Ну, видимо, когда мы по дикому пляжу шли, мне эти шлепки теперь ноги колят. Надо их выбрасывать. Видимо, каких-то колючек нацепляла. Пробираюсь, пробираюсь. Видите, можно даже в палатке жить. Песка так много. Как-то раньше не замечала. Мне кажется, как будто подвезли. Может, и был. Не обращала внимания. В общем, вот мы на самом, так сказать, основном пляже. На Багратионе еще больше народа. Раньше люди не знали, как-то не ходили к речке. А сейчас и к речке ходят, и сюда. В общем, со всех сторон. Ну, здесь уже вот такие булдеганы заканчиваются. Рай начинается, как на Эмеретинке. Кто-то говорил, этого не может быть. Вы не там снимаете. Разные, может быть. На одном и том же месте. Видите, как? Есть булдеганы, а есть и не булдеганы. Я уже прям киплю. Киплю, как сказать. В общем, волны сегодня. Пока еще они не очень сильные. Самое опасное, когда волны начинаются, что они могут утаскивать. Кажется, они небольшие, как некоторые тут смеются. Вы волн не видели. Я много чего видела. Я любитель путешествовать по диким местам. И также жила и на севере, и много где жила. Поэтому, друзья, если называется... Ну, сейчас, конечно, это не шторм, просто волночки. Просто волночки. Куда-то я пробираюсь. Куда-то я проберусь. Главное не упасть. Народ. Ой. Шрепки точно прям ногу колят. Я еще думала, попробую еще раз их надену после такого, как говорится, путешествия. Чуть-то не упало. Вот, конечно же, знаменитое колесо обозрения. Понимаешь, что ты действительно в Лазаревском. Единственное, где поменьше народа, это техзона. Ну, на техзоне, на самом деле, купаться-то нельзя. Потому что тут разные котельки могут, водная техника. Ну, это выглядит это вот так. Еще первое видео посмотрите, какое оно там. Второе будет. Вот как-то так. Народу... Это еще не предел. В августе просто будет пик. Пик предел, так сказать, всего. О, вода очень теплая. Кстати, вода может... Мне надо посмотреть. Она, кажется, что прям очень-очень теплая. Она может и 28, и 29 быть, кстати. А иногда бывает, что вода теплее даже, чем само море. Думаю, как мы тут пробраться. Это бывает не всегда просто. Не всегда легко. Напоминает мне курортный городок. Давно я там не была. Ну, честно говоря, не выберу курортному городку. Здесь, конечно, вода чище. В разы, во много раз. Поэтому, конечно, мне тут нравится. Одинственное, что я сейчас встаю и думаю, как будет. Буду босиком вообще идти. Сейчас, буквально, какая встреча. Мне надо... Пока. До встречи еще не купаться. Потому что, если буду купаться, уже будет не до встреч. Ну, по работе, в общем, дела. Ну, вот. Так сказать, тоже самый пик. Хотя на Багратионе народу еще больше. Немножко еще пройдем с вами. Мне надо в какое-то тихое местечко. Я даже иду и думаю, где же оно есть, это тихое местечко. Есть ли оно вообще, да, тут? Днем, может, еще и есть, а вечером его точно нет. Женщины соревнуются в купальниках, может, мужики в животах. У кого больше, да, как я тоже писал. Очень многие сейчас с палатками раньше все этими лежаками заставляли, а сейчас народу дали немножко свободы. Это хорошо. Шапки намочить еще надо свою. Море красота, конечно, неимоверная. Говорится, не передать словами, да? Как хорошо, несмотря на количество людей. Ну, а кто хочет, чтобы было поменьше людей, то можно отправиться на Дикий пляж. Здесь он тоже есть. Можно даже на автобусе либо пешком в сторону Сочи. Там вам, пожалуйста, Дикий пляж. Но я не уверена, что там народу будет мало. Вот не уверена. Мне кажется, люди везде, как говорится, все узнают. И каждым годом на Диких пляжах народу тоже немало. Вот что, вот такая вот атмосфера. Что сказать? Здесь вот, так сказать, на центральном пляже хорошая кухня. Тут он песочком мажется. Все рядышком. Я имею в виду, что можно в парк пойти. Культуры отдыха. Вот где колесо обозрения, я обычно через парк хожу. А тут вот я на Багратион уже приехала, ездила по делам. И уже оттуда стала свои путешествия осуществлять. Да, можно кататься на бананах, на чем хотите. В этом плане даже на Диких пляжах стали привозить технику. Вот такая вот атмосфера. Море вам передает привет. Напишите, кто здесь отдыхал, кому нравится отдых. Такой, может, кому-то не мешает людям. Не, не мешает. Я просто чередую Дикий отдых с вот таким вот отдыхом. Сегодня ехала на Краснодарском поезде, но немножко утомилась сейчас. Скажу, люди разные. Тяжеловато было. Хотя с местом специально взяла, но все же было непросто. Так что, дорогие, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите, как вам Лазаревская, как вам такое море. Главное, что на тепло, хорошая погода. Это немаловажный фактор. Бывает такое, что и погода может быть плохая. Как у нас тут были циклоны. Когда все, смотришь, машины плывут, дома плывут, которые плохо построены. На самом деле, не переживайте, кто так смотрит. Иногда старые видео показывают, а иногда и новые. Но день, два, три и все это убирается. И есть районы, которые на горах стоят, дома, и, соответственно, все там едет всегда. Так что, вот там. Там тоже пляжик хороший. Сейчас пойду туда прогуляешься. Нет, это за парашют, куда я плачусь. Хорошо.